Приветствую вас, Марина. Если честно, я не увидел у вас, конечно, вопроса в вашем тексте, да, и не очень понятно, чего именно хотите вы от специалистов, вот. Какой запрос у вас к нам, к психологам, какой у вас именно запрос, да, то есть, вот именно, что вы хотите себе поменять. Но я думаю, что с вами согласен, я согласен. Действительно, всё так, как вы говорите, как вы пишете, это действительно очень страшно осознавать такие вещи, но... Единственное ощущение, что вы так до конца не определились в том, как бы, следовали ли вы за маминой идеей, или поняли ли вы, что, собственно, будете делать сами, чтобы сами были идти к своей цели. Вот. А вам нужно определиться с этим, вам нужно, ну, как бы, сделать выбор свой, вот, в пользу, ну, вот, в пользу того или другого, и дальше уже идти к этому. Вот в принципе, в принципе, вы могли, можете вернуться в свой город, да, у вас не будет дома, но я думаю, ваши друзья вам помогут, вот, на первое время, а там ваш мужик строится, всё будет хорошо, вот. Просто необходимо понять, что сейчас безпрековичного варианта нет, то что вы очень сильно зависите от своей мамы, вот. Очень сильно зависите от своей мамы, и, собственно, это вас больше всего подавляет. То есть, по факту, вы живёте не в своей жизни, да, а в жизни мамы, вот. И понятно, что у вас копится самая неудовлетворённость, понятно, что у вас копится вот это вот ощущение, что, ну, что вы живёте не в своей жизни, вот. И, соответственно, нужно учиться, учиться говорить нет своей маме, работать с личными границами, повышать вашу смазательку, уверенность, уверенность в себе, и, наверное, больше всё-таки доверять себе, а не другим людям, потому что сейчас такое ощущение складывается, что вы пытаетесь вот как бы, ну, раствориться вот в, ну, вообще раствориться просто вот в других людях, да. То есть это то, что хочет ваша мама, она как бы сама по себе, видимо, не может ей обязательно быть с кем-то. И ключевой ценностью здесь является является семья. Вот. Также и вас она пытается по этой же дорожке привезти. Вот. Но ведь потому, что выпить вам не очень приятно и нравится. Вот. Поэтому выбор делать вам. Если не знаете какой, то можно поработать с психологом и как бы его сделать, да. Вот. А дальше всё решает просто средства. Вот. Всё решает возможности, всё решает упорство. И, в общем-то, я думаю, что всё вам будет по силам. С другой стороны, тревожный момент в том, что вам некомфортно ну, как бы, вот там, где вы находитесь, потому что по факту вам некомфортно самой собой, да. И, как бы, вот, в целом вы с мужем не можете говорить нет, да, потому что и ваш муж тоже, он не умеет говорить нет, тоже он, как бы, не очень верен в себе, и как бы, это вообще глобальная проблема, наверное, с которой вам нужно работать, потому что иначе ваши отношения, ну, они рискуют просто превратиться в точно такие же, какие у вашей мамы. Вот. Так что, решайте сами, как вы будете поступать, да, то есть претворяйте внутренние конфликты, это можно решить, да, то есть психолог может решить, помочь вам решить эти проблемы, вот, ну, а дальше уже вы, я думаю, решите сами, как вам двигаться вперед. Вот, обратите, я бы сказал, что вы здесь играете в такую вот психологическую игру, их у вас несколько, первая психологическая игра, в которую вы играете, тупик, вторая психологическая игра называется Да, Но, вот эти игры вы можете изучить в интернете, и, ну, изучив эти игры, вы сможете лучше понять себя, в том числе. на этом все, я надеюсь, что помог вам, желаю всего самого доброго, удачи. tempo, нервы,